Меня зовут Демиденко Анна Владимировна. Я являюсь директором филиала Казахстанской Федерации по воздушно-спортивному эквилибру в городе Тимиртау. Мне 36. Также я руководитель студии «Пандора». Данная студия обучает разным направлениям, таким как пилон, воздушное кольцо, воздушные полотна. То есть акробатика, воздушная акробатика. Этот спорт в моей жизни появился случайно. Можно сказать, подруга уговорила пойти на первое занятие, что меня с первого раза зацепило. Это очень интересно. То есть это постоянно разнообразные трюки. В общем, каждая тренировка – это вызов себе. Либо ты сможешь сделать определенный трюк, либо не сможешь. Если не сможешь, через какое время ты сможешь это сделать. То есть достаточно сильный и интересный спорт. В 26 уже достаточно во взрослом возрасте. К сожалению, в моей жизни в детстве и в подростковом возрасте спорта не было, о чем я сейчас очень жалею. Но, как известно, всему свое время. Значит, была не готова. Пришла я к этому в осознанном возрасте уже, будучи достаточно взрослой. Нужно понимать, что еще лет 10 назад танцы на пилоне и то, чем мы занимаемся сейчас – это разительно разные вещи. Сейчас мы не готовимся выступать в клубах. Мы готовимся к соревнованиям, к турнирам, к чемпионатам, где есть определенный свод правил. То есть это даже и танцем назвать сложно, это больше полноценный акробатический номер. С трюками, на силу, на гибкость, на баланс. То есть как танец мы это не рассматриваем. Все же это акробатический номер. В мае мы участвовали в турнире по воздушно-спортивному эквилибру, где наши девочки завоевали призовые места. То есть постоянно выезжаем на какие-то чемпионаты, соревнования, турниры. Готовимся на август в городе Павлодар. Девочки наши будут участвовать на воздушных полотнах, на пилоне, на воздушном кольце. Хотелось чем-то заниматься, чем-то интересным. Думала о тренажерных залах, думала о бассейне, но что-то вроде все было не то, что-то дотуда не доходило. Попробовав акробатику, попробовав себя на снарядах, мне стало это интересно. В спорте на пилоне существует ряд разных направлений, таких как полспорт. Это трюковая часть больше, здесь туфли не нужны, тем более запрещены абсолютно, выступают босиком. Больше силовых элементов, элементов на гибкость. Есть направление пол-контемпорари, там обязательно на ноги носочки, чтобы скользить по полу, чтобы это все было плавно, аккуратно. И есть такое направление, как пол-экзотик, экзотик-пол. Там как раз-таки нужны туфли, и туфли именно на высокой, то есть здесь важна не высота каблука как таковая, а высота платформы. То есть многие элементы в этом направлении осуществляются за счет так называемого скоса, то есть расстояния между самой туфелькой и подошвой. Именно поэтому они нужны. То есть в обычных туфлях это сделать невозможно. Нужна именно высокая платформа. Я не могу сказать, что вес очень важен в воздушной акробатике, но тем не менее важен. У каждого человека свои исходные показатели, свои физические данные. Кому-то легче что-то дается, кому-то тяжелее. В любом случае с первой тренировки мы не обучаем сложным каким-то элементам. Мы обучаем постепенно, шаг за шагом, начиная с самых простейших, которые получаются уже буквально на первых тренировках, и далее по нарастающей. Абсолютно спокойно. Это, как я пояснила, уже больше не танец, это полноценный акробатический номер. То есть то же самое, что и акробатика, только здесь наряд – это пилон, либо кольцо, либо полотно. Привлекает больше то, что здесь невозможно обучиться всему и сразу. То есть будучи уже много лет в этом спорте, я до сих пор не умею всего. Здесь постоянно есть чему учиться. Постоянно обучаемся, то есть повышаем квалификацию на разных мастер-классах. Какие-то выездные мероприятия, где обучаются новым трюкам. Обучаемся какие-то... Благо сейчас много онлайн-проектов, по которым можно даже не выезжая обучаться. То есть это постоянно что-то новое. Невозможно знать и уметь все. Когда я начала заниматься, я шла конкретно на пилон, заниматься пилоном. Но потом мне стали интересны и воздушные полотна, и воздушное кольцо. То есть в любом случае, если бы не пилон, это был бы какой-то другой снаряд. Либо колечко, либо полотно. И я думаю этим. Нет, недопониманий не было, но я вспомнила одну веселую историю, где однажды я искала место помещения для тренировок. А нам для тренировок нужен обязательно высокий потолок. Желательно. Не обязательно, но желательно. Для того, чтобы установить снаряды пилон, полотна, все это крепится к потолку. Естественно, это было сказано арендодателю. На что он переспросила, что такое пилоны. Я озвучила, ну, шест в простонародье. И он, нет, что вы, у нас же занимаются дети. Мне было это очень весело, потому что у нас тоже занимаются дети. И пилон это снаряд всего лишь. Я думаю, главное желание и целеустремленность. Если человек действительно хочет, есть люди, которым дается это намного сложнее. Но они, тем не менее, идут к своей цели, пробуют, пробуют, пробуют. И, тем не менее, когда получаются какие-то трюки, когда они достигают каких-то успехов, это их мотивирует еще больше. Мне нравится смотреть на радость этих людей. Мне нравится этим заниматься. Я когда-то увидела, как на пилоне делают какие-то сильные трюки. Я настолько этим загорелась. Я так хотела это уметь. То есть у меня не получалось. Я настолько сложно к этому шла. Мне было очень тяжело. Не было растяжки. Не было каких-то силовых таких качеств. Но все наработалось со временем. И люди, которые приходят заниматься уже ко мне, будучи во взрослом возрасте, они большие молодцы. Они стараются, у них получается. То есть самые старшие девочки у нас сейчас 50 лет. Я могу разрушить стереотип, что это спорт только для молодых. Могут заниматься абсолютно все. Это не мечта, это скорее цель выйти на более высокий уровень, ездить за границу выступать, возить девочек выступать за границу. То есть не только по Казахстану. В любви к этому спорту в том, что это очень сильно нравится. Как известно, получается все то, что нам действительно нравится, что мы делаем с радостью и с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok